Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я, в общем-то, думаю, что если вы хоть немножко, допустим, изучаете тематику, ну, просто, если вы следите, например, за тем, что происходит, допустим, в интернете, да, если вы знаете, как живут люди, я имею в виду, в семье, если вы как-то взаимодействуете, словно говоря, в комьюнити, вот, то вам, мне кажется, не составит труда. Как-то вот, ну, провести такой, знаете, может быть сравнительный анализ хотя бы того, что происходит с вами и того, что происходит, например, ну, вот в подобных ситуациях, да, в подобных семьях. Вот, то есть я думаю, что у вас есть все шансы на то, чтобы этот момент изучить. Вот, скажу вам, сразу, скажу вам, так скажу, несколько, ам, может быть, ам, ну, наперед, да, наперед, небольшой такой. С моей стороны, небольшой такой вам будет ответ, да, что, к сожалению, вы не первая, да, и, скорее всего, не последняя, кто сталкивается с такой проблематикой, вот, и не первая, кого, кто попал в такую ситуацию, достаточно непростую, ну, чего уж тут, как бы, скрывать, ну, вот, и, соответственно, нам, ну, в какой-то степени нужно, ну, как мне кажется, понимать, что выход, выход, выход из нее, в той или иной степени, являются так же типовые, хотя, безусловно, есть, всегда есть такая поправка на индивидуальные особенности, есть поправка на уникальность, есть поправка на особенности личности, и так далее. То есть тут, все, конечно, достаточно индивидуально, вот, но, что я хочу сделать? А, я хочу просто расширить немножечко вашу картину мира сначала. Эм, извините, 6 лет брака с мужчиной, ну, имеется один большой минус, что это представляется к алкоголю. Ну, вот, смотрите, вы пишите здесь, да, что 6 лет с мужчиной у него представляется к алкоголю. Вот, скажите, как вы жили эти 6 лет, так? Что у вас общего с мужчиной? Что вас объединяет? Что вас связывает между собой? Вы же, наверное, не только сейчас узнали о том, что у человека есть такое вот пристрастие. Вы же, наверное, об этом узнали и раньше. Что-то мне подсказывает, что вы могли об этом знать еще даже до брака. Да? Вот, и, соответственно, здесь что, что здесь важно? Здесь важна ваша позиция, то есть, как вы относитесь к тому, что у него проблемы с алкоголом. Что вы делали с этим, ну, с этим, как бы, как бы раньше, вот. Делали ли вы что-то вообще с этим раньше? Вот, и, повторюсь, очень важный момент здесь заключается в том, что между вами общего, что вас объединяет. Да? Вот, потому что лично мнение из вашего рассказа показалось, что объединяет вас не так уж и много. Почему мне так показалось, я вам, конечно, так вот, немножечко в формате каких-то комментариев покажу. Надеюсь, что могу показать. Вот, ну, естественно, нужно понимать, что, что это больше, вот, конечно, как предположение сначала. Приведя вечер в компании с друзьями, он уходит в запой на 5-7 дней, никакая работа даже его не останавливает. Вот, здесь вы демонстрируете, в общем-то, непонимание того, как работает заболевание вашего мозга. Да? Что его не может и не должно что-либо останавливать. Да? То если бы его останавливало, вот, работа или что-то еще, то ни о каком бы заболевании в таком случае не шло бы речи. То есть именно то, что у вас не останавливается работа. Делает его больным человеком, зависимый человек. Вот, ну, вы, ну, вы здесь как будто бы демонстрируете, что... Вы здесь демонстрируете то, что как будто бы ждете, что он останавливается. Как будто бы ждете, что он, что он, вот, что наличие работы как бы у человека остановит. И, соответственно, что происходит, когда вы ждете. Я вам скажу. Когда вы ждете, когда вы ожидаете, что вот происходит следующее, вы свои потребности, свои желания перекладываете на другого человека. То есть в этот момент вы не живете сами, вы не живете для себя. Вы живете только для мужчины. Вы живете только для того, чтобы то, чего вы ждете, оправдалось. Вот. Вот. Это, соответственно, делает вас зависимым. Потому что вы живете как бы забирая себя в долг. И давая в долг, давая в долг мужчине, вы ждете, что вам этот долг вернуть. Желательно сразу, ну, вот, в таком большом объеме. А этого не происходит. И вы все время находитесь вот в таком неудовлетворенном состоянии, наверное, ну, человека, который оказался под влиянием иллюзии. Да? Получается. Я понимаю, что это неприятно слышать сейчас, возможно, но тем не менее. Вот. Кстати, то, что вы, в принципе, прикладываете ожидания на кого-то за то, что хотите, за то, что хотите, это следствие вашей личности. То есть необходимо понимать, что вы совершенно не просто так это делаете. Необходимо понимать, что что-то пришло к вам из детства. Вы, грубо говоря, грубо говоря, вы были готовы. Вы были готовы к тому, чтобы так себя вести. Вот. Понимаете? Дальше. После его предыдущего заговора, который был перед Новым годом, мы постарались составить все плохое в прошлом году и постараться начаться все там. Ну вот, эээ, здесь у меня к вам, конечно, несколько вопросов. Во-первых, кто мы? Эээ, что значит стараться ставить все плохое в прошлом? Просто забыть? Сделать вы, что этого не было? Как это должно работать? Эээ, начать новую жизнь? Начаться заново? Эээ, что именно? То есть просто сделать вы, что ничего не было, сделать вы, что вы другие люди и с Новым годом внезапно вы как-как-то изменились и внезапно вы после Нового года стали другими. Вы и он. Но неужели вы, эээ, правда думаете, что люди могут так быстро измениться? Причем, обратите внимание, как легко, обратите внимание, как легко вы, забыли о том, что вас волнует. Обратите внимание, как легко вы забыли о том, что вас беспокоит. Обратите внимание, как легко вы, эээ, забыли на свои желания ради, ради того, чтобы реализовать что-то, что вы так сильно ждете от своей волны. Случайно ли это? Нет, не случайно. Эта позиция избегания здесь проявляется у вас. Эта позиция избегания, нравится вам это или нет. То есть, я избегаю проблем, делаю вид, что их нет. Это помогает мне двигаться дальше. Но, как бы, проблемы, конфликты, это не убирает, не убирает и не решает. Кстати, я более чем уверен, что ваш муж соглашался с вами, в том числе потому, что он чувствовал вину. А из чувства вины люди могут делать много вещей. Только, когда чувство вины проходит, все возвращается на круги своя. И это логично. Там, естественно, если чувство вины является мотивом, мотиватором, то, конечно же, конечно, как бы, ну, где-то на науку уходит, да, мотиватор перестает работать. Это нормально. Вот. Поэтому, поэтому, очень важный момент хотел бы вам здесь сказать. А именно, что вы избегаете соприкасаться с самой собой, внутри себя. Вы избегаете замечать что-то, что происходит внутри вас. К сожалению, к большому, к большому, к сожалению, вы избегаете. И очень, очень хороший, как мне кажется, вопрос, здесь получается что? Ну, а почему так? Почему так? Почему вы избегаете? А как часто вы избегаете? Делаете ли вы это, например, на постоянной основе? Или вы делаете это как-то вот регулярно? Или вы это делаете только в определенных обстоятельствах, в определенных ситуациях? Как это работает? Часто ли вы, правда, рассчитываете на то, что можно начать с начала? Вот. Обратите еще внимание. Желание. Желание начать все с начала. Вами, точнее, то, что вы хотели начать с начала, вы хотели начать с начала для себя? Или для мужа? Вот. Вот. Тоже обратите, пожалуйста, на это внимание. Это очень важный момент. Понимаете? Понимаете, ну? Это очень важный момент. Потому что одно дело, если вы делали это для мужа, потому что, например, знали, что муж будет в Сиаттлов. И другое дело, если вы это делали для себя, потому что, вот. Ожидание столько всего, столько всего влажило и так далее. Дальше. Мы стали проходить обследование и начали планировать беременность. Что здесь? Здесь нежелание замечать реальность. То есть вот ваш муж имеет проблемы с алкоголем, вот он в медицинстве, да? На свете проблемы, получается, перестает обращать внимание, да? Ну, так это, наверное, должно работать. Значит, он предстает на свете обращения, да? Проблемы его больше не отревозят, проблемы его больше не беспокоят. Вот. Ну, ладно, совершенно спокойно. С вами, с вами, значит, строить новые отношения с ребенком и так далее. То есть как будто бы, как будто бы об алкогольной зависимости мы никогда не слышали. И это странно. Вот. То есть опять же. Здесь чувствуется, здесь чувствуется очень сильно ваша рука. То есть чувствуется, что вы, как бы это сказать, берете сейчас твоя рука. То есть вы, я уверен, своего мужа как раз толкали, вы, я уверен, своего мужа как раз направляли, вы, я уверен, как раз ему мужик говорили, что, ну, ну, что нужно делать, что вот это вот, вот так вот нужно вот, давай вот это делать и так далее. Я более чем уверен, что это так. Опять же, нет ощущения, что вы, что это, что это делите вот для него. Нет, нет этого ощущения. Есть ощущение, что вы реализуете то, что хотите. Помощь ему. Игнорируем при этом, как бы, человека. А вот почему так? Потому что у вас нарушена потребностная сфера. Потому что потребностная сфера для нас это результат, это сфера контроля. Это сфера, где вы должны быть сильны. Это сфера, где вы должны быть как в позиции над. Но это сфера, где вы не можете быть на равных. Это сфера, где не может быть вашего не хочу. Дальше. На прошлой неделе он ходил в гости. В очередной раз поспелка с друзьями закончилась запоем. Но почему? Это абсолютно нормально. Когда начинает пить, мне просто согреться и ненавидеть ко мне. Вот так. Я думаю вы уже поняли, что по отношению к своему мужу вы находитесь в позиции над. То есть вы находитесь по отношению к нему в позиции родителей. И естественно, коль вы находитесь в позиции родителей по отношению к мужу, вы находитесь по отношению к вам в позиции ребенка. Именно ребенок испытывает эти чувства. Агрессия не ненавидеть. Это тотальное нарушение личных границ. Нет. Дело не в том, что ваш муж не нарушает этих самых личных границ. Нет. Он тоже их нарушает. Просто вы с другим человеком, который бы уважал свои личные границы. Который бы уважал свою хочу. Вы бы с этим человеком. И не стали бы быть в отношениях. Потому что он был бы не под контролем вам. А с мужем получалось так, что он не под контролем. Пока не пьет. Пока не пьет он удобнее. Пока не пьет он делает то что вы хотите. Пока не пьет он идеально. Как говорят некоторые. Никто. Ну понятно. Понятно что вы такого не говорите. Вы не говорите что он идеально. Но я думаю. Я думаю что что то такое у вас тоже есть. Вот. Понимаете? То есть агрессия и ненависть не спроста. Агрессия и ненависть не берется ни от куда. Может быть это и не про вас. Но совершенно точно. Что она не из ниоткуда. Понимаете? Как теперь спрашиваю вас. Вы к ней относитесь? Относитесь? Как вы относитесь к этой агрессии? Как у вас нет отношений? Уважаете ли вы ее или нет? Ну вот как? Это вопрос. Хотел бы. Хотел бы. Чтобы вы. ОК. Постарались. Постарались. На это. Ответить. Сами-сами себе. Для себя. Постарались ответить. Дальше. В тот раз он сказал что не чувствует себя нужд. Я его довела и поэтому начал пить. Окей. Хорошо. Ладно. Как вы к этому относитесь? Как вы относитесь к тому что он так говорит? что вы его довели. Но. Обратите внимание. Вы ничего не говорите. Вы никак не комментируете. Понимаете? Вы никак это не комментируете. Вместо этого. Вы пишите дальше. За эту неделю пока он был в пьяном угаре я узнал что он приглашает общение со своей большей. Вот. Нарушение личной границы. Пожалуйста. Да? Значит. Аргументируя тем что она его выслушивает он чувствует с самой мужчиной. Да. Удивительно. Верно. Подмечу. Что это тот самый кривист ваших отношений. Ваш мужчина не чувствует себя самой мужчиной. Именно потому что у созависимых есть такая черта. Они ведут себя как родители. И у вас эта черта есть. Это даже демонстрируется, это даже демонстрируется в вашем тексте. Как непрадоксально. То есть даже вот по вашему тексту можно увидеть как вы демонстрируете свое родительское поведение. Понимаете какая штука. И мужчине действительно не хватает этого ощущения. Ощущения себя мужчиной. С вами. И поэтому появляется другая женщина. Поэтому появляется оправка денег на чужого-чужого ребенка. Но что пишите вы? Я пишите вы, купив себе крем, могу высвучить кучу недовольств и осуждений, зачем я потрату на эти деньги. Вот. Это довольно интересно. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас такого, что вы, как будто вы экономите? Ну, экономите не в плане того, что не покупаете себя. То, что вам хочется. А экономите в плане того, что, как бы, ну, ругаете себя может быть немножко за то, что позволяете. Или стараетесь себе не позволять лишний раз. Вне зависимости от того, как, какое у вас отношение к этому, есть очень, очень, очень важный момент. Он заключается в том, что вам нужно увидеть, как вы со своим мужем пришли к тому, что у него такое отношение к тому, что вы что-то для себя делаете. Ведь не просто сейчас так вы к этому пришли. Очевидно, что какие-то предпосылки для этого были. Очевидно, совершенно. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот это нужно как раз таки выяснить. Понимаете? Нужно увидеть, как вы пришли к этому. Но, обратите, пожалуйста, внимание, что здесь новая ситуация. Вы об этом ничего не говорите. Вы просто говорите, что вот, я покупаю крем, получаю, получаю осуждение, а другой он перевод. Понимаете? Нет контекста. Скажите, пожалуйста, чувствуете ли вы, например, благодарность к своему мужу за то, что вы покупаете крем? А как, скажите, пожалуйста, вы демонстрируете своему мужу и это меня интересует. Демонстрируете ли вы благодарность твоему мужу вообще? Вообще. Вот. Значит, честно нужно на эти вопросы отвечать. Предельно честно. По крайней мере, постарайтесь. А скажите, пожалуйста, как муж относится к тому, что вы выражаете благодарность? Воспринимает ли он ее именно так? Дальше. То есть, для какой-то на данной стороне перевод в 10 тысяч рублей это норма, мне купить крем жалко денег. Понимаете? Случше вы уходите в обесценку. Случше вы уходите в обесценку. Это что такое? Это следствие того, что где-то вами ваши эмоции, ваши чувства, скорее всего, довольно серьезно были поданы. Вот. То есть, что-то вам не нравилось, что-то вас не устраивало, что-то вас напрягало. Ну, вообще говоря, это нормальная история, когда человеку что-то не нравится. Но вы? Вы предпочитаете с этим обращаться так, чтобы оно оставалось где-то в вас глубоко. неудачно. А потом, когда выникают вот такие неприятные, неприятные ситуации. Потом, когда происходят вот такие, я бы сказал, казусы, У вас пыхают обиды. И обиды, конечно, справедливы. То есть, я же сына. Ну, давайте я задам вам такой вопрос. Вот, мужчина говорит, что вот эта вот другая девушка, ценна для него тем, что она его слушает. Он чувствует себя мужчиной. А чем ценны для него вы? Чем? Вы говорите, что ему жалко на меня крем. Иными словами, он меня не ценит. Говорите вы. Ну, хорошо. Дело в том, что если человек вас не ценит, то вы, скорее всего, не цените себя сам. Лучше бы вы никак, вот не поверите, абсолютно никак, не смогли быть. То есть, это все довольно просто. Зачем живут цены для мужчины своего? Для мужчин? Дальше. В начале следующей день пытался со мной поговорить. Я рассказал им все в курсе про деньги. Да, ты, конечно, начал обвиняться. Спросил объяснение. Вот, 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 как действует родитель. Ты наш кодил? Объяснил. Для чего он это сделал? Я думаю, что вам не так важно было, для чего он это сделал. Мне кажется, что вам важнее то, что вам больно и обидно от того, что он это сделал. Но, об этом вы ничего не сказали своему мужу. Понимаете, в чем штука? Об этом, об этом вы своему мужу не говорите. Вы предпочитали заменить свою боль с требованием объяснения, правильный гнев и так далее. То есть, нет эмоционального контакта. Значит, он сказал, что у меня имеются деньги и я отправил распоряжаться как хочу. Я захотел и ей помочь отправить деньги на ребенка. У его бывшего воспитывают ребенка одной. И вот дальше вы пишете. Я могла бы понять, если бы это был его ребенок и помогал ему напросить и просто можно сказать левить его девушке с ребенком. Причем, насколько я знаю, она вертихвостка. Вы понимаете, что она должна уставать работу. Что здесь, как не позиция родителя? Вы обесцениваете мужа, вы оцениваете другую девушку. Это позиция родителя. Там, где он пытается скрыть свою неуверенность, страх, сомнение. Понимаете? Так как разговор у нас не заклеился, он ушел из дома. А где ваша личная ответственность? Дальше. Вернулся утром, соответственно, все это время продолжая пить, я залез в его телефон. Вопрос про личные границы? Да, личных границ нет. Значит, дальше. Оказывается, мой муж уехал в три птица. Там за ночь 60 тысяч рублей. Вот, наверное, что это за просмотр станков. Знаете, вы подозреваете его в измене. Да? Вот. И опять же. Ситуация здесь такова. Что вы как будто бы не видите с одной стороны, что чувствуется от мужа, а с другой стороны вы не замечаете себя. Вы не замечаете то, что вам плохо. Вы не замечаете то, что вам больно. Вот. Вы пишите, хотя я не знаю, что в таких заведениях происходит, но мне кажется, это потрачено деньги на деньги. Вам не кажется, что вы противоречите в себе. Вы не знаете, но вам кажется. И основываясь на том, что вам кажется, вы принимаете решение. Не разобравшись. Не узнав. Не сказав мужу раз на то и пошло, что вы это сделали. И рассказав потом, что вы чувствуете. После увиденного, я принял окончательное решение, что больше не хочу жить с этим человеком. То есть, немножечко перефразируя то, что вы написали, можно предположить, что вы больше не хотите делать человека счастливым. Правильно ли я вас здесь понимаю? То есть, вот, хотели, хотели сделать его счастливым, да? А теперь хоть и не хотите больше. Ну, понимаешь, да, как это выглядит? Это выглядит немножечко странно. Вы можете сказать, ну как я могу, я могу после такого. Все верно. Это вопрос не того, что вы должны все ему прощать. Это вопрос того, какие чувства у вас к вашему мужу. Как вы видите его. Воспринимаете его. Понимаете? Вот о чем речь идет. А не про то, что вы должны ему запрошать. Дальше. Так, квартиру так быстро не найти. И эффект у меня не получилось. Поэтому страна жила вместе с ним, но я сказала в ближайшее время вперед с него. Опять же, да? Вы пишете, что вы здесь одна. Вам некому обратиться. Это немножко вперед, забегаем. Вам некому обратиться. А как получилось, что вы вот так вот, по сути, ну, не звели друзей, да? Да. За шесть лет. В ком их у вас нет. Некому обратиться. Мать. Тост. После его пьянка продолжалась еще два дня. В общей сложности это был уже седьмой день. А для чего вы считаете днем? Седьмой день ему стало плохо, просил меня помощи и ответил, что ничем не помогу. Если он настолько себя плохо, пусть вызывает скорое наказание. Вы наказываете его? Типа, знаете, какая штука? Вы наказываете его? Да, опять родительская позиция. Ага, он вызвал. Он, соответственно, вызвал бригаду для того, чтобы вы его прикапали. И она приехала специалист, сказали очень малькованно. Значит, пригласили лечь в клинику на три дня, чтобы постепенно вывести из этого состояния. Плюс, помимо этого, будет работа со психологом, если он захочет, можно будет в конце заказироваться. Принял решение, что поедет в клинику. Его забрали, уходя, он сказал, что делает первый шаг для примеряя. И вот, смотрите. Какая штука. Вы, отказываясь человеку помощи, наказываете его. Он, делая что-то для себя, говорит, это я не для себя делаю. Это я для тебя делаю. Понимаете, насколько вы похожи? Вот именно в этой похожисти и заключается созависимость. Кажется, что я делаю что-то для себя. Но нет, это все для тебя. И на вас это оказывает волшебный эффект. В очередной раз хочется наладить, теперь стяжу в пораженном состоянии. И вот странно. Вы знаете, что странно? Это вы так быстро решили от него съехать. Вы так уверенно об этом говорили, что все, я освещаю тебя. Стоило ему сказать, что это шаг для примирения. И вы тут же, под вечностью, стояли. Вы надеетесь. У меня в очередной раз прошло жалость. Это тоже родительское чувство. Чувство жалости тоже родительское чувство. Не поверить. Ты такой бедненький, а ты такой несчастненький. Ты куда-то как-то без меня. Ты еще без меня пропадешь. Понимаете, какая это позыв? Это позыв со НАТО. Опять? Все верно? Это опять позиция НАТО. Мне хочется спросить вы своего мужа, как на равных? Как равно вы себе вообще воспринимаете или нет? Потому что судя по тому, что вы описываете, у вас к нему три основных чувства. Первое. Мы делаем все, что соответствует моим планам. И тогда ты хороший. Второе. Ты виноват. Я тебя наказываю. И третье. Это жалость. Чувство виноват. Дальше. Я не хочу продолжать с этим учением. Потому что, честно говоря, за столько лет начала понимать, что человек повторяет это вновь. И вновь через время. Если бы вы прислушивались к себе, вы бы поняли, поняли это быстро. С другой стороны, думаю, поступлю я правильно, что иду от него. Когда он впервые пошел на такой человек, который сейчас обратился за помощь в клинику. Обратите внимание. Вы говорите. Вы говорите, поступлю ли я правильно. Это очень важно. Не так, как я хочу поступить. Не так, как я хочу. Ну. Правильно. Так, как я хочу поступить. Не важно. Правильно. Не нужно поступить правильно. Дальше. Где мы сейчас живем, у нас нет родственников. Мы здесь один. Ну. Про это я вас спрашивал. Как так получилось? Что? Ну. У вас нет окружения. Кроме того, вы говорите, что у нас с друзьями приватил вечер. Так почему же не будет поддержки? Я думаю, в таком случае, сорваться снова. И что? Это его выбор? Разве нет? И вот тут отключается процесс. Как это его выбор? Даже неправильно. Он же себе вредит. Да? Вновь родительская позиция. Хотя нет никакой гарантии, если я останусь, то они сорваться. Вновь и применяю. Вот не знаю, как правильно поступить. Я думаю, вам нужно, как я уже сказал, разобраться с уходим. Раз решила, то уже уходить на что-либо на что-либо остаться, хотя бы на время, по чему вернуться в нормальную жизнь после реабилитации, потом уже уходить. Это чушь. Это отговорки. Вы боитесь уходить. Если оттально думаешь, что своим состраданием уже не останавливаю и боюсь, что опять я буду винить себя за мной упущенное время. Скажите, а откуда берется сострадание? Понимаете? Вот откуда берется, чувствовать? Оно берется из отказа человеку выбора. С одной стороны, и с другой стороны, из позиции, что… А кто я без дела? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь, по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Всего вам самого доброго.